Всем привет! Первый паспорт молодежь получает в возрасте 14 лет. И казалось бы, это именно тот документ, который необходим для покупки и оформления на себя сим-карты мобильного оператора. Да, это так, но сим-карта – это тариф, баланс, расходы и иные операции с реальными деньгами. Поэтому иметь дело с несовершеннолетними абонентами желанием горят немногие. Если потенциальному абоненту еще не исполнилось 14 лет и он не имеет собственного паспорта, то заполучить сим-карту можно только при ее покупке одним из родителей, который оформит ее на себя и выдаст в пользование ребенку. Вся ответственность, разумеется, лежит на родителе. В данном видео разберемся, какие условия выдвигают мобильные операторы МТС Билайн Мегафон Теледва Иота для покупки сим-карты абонентами от 14 до 18 лет. МТС. Продажа сим-карты доступна с 14 лет. Для заключения договора требуется наличие паспорта у клиента и присутствие представителя – родитель, попечитель, усыновитель. Представитель должен заполнить заявление, в котором будет указано согласие с заключением договора несовершеннолетним. Заключить договор без присутствия представителя можно при наличии документа, подтверждающего дееспособность несовершеннолетнего гражданина. Получается, что в случае с МТС подростку нужно прийти с паспортом и родителем или специальным документом. Билайн. Регистрация сим-карты на абонента, которому нет 18 лет, доступна в присутствии одного из родителей. Если нужно, чтобы сим-карта была оформлена именно на ребенка, то, разумеется, нужно захватить с собой и его паспорт. Мегафон. Не так давно Мегафон запустил новую рекламу, в которой говорится, что для получения сим-карты с 14 лет присутствия родителей не нужно. Приобрести сим-карту и оформить договор можно с 14 лет при предъявлении паспорта. Если возраст от 14 до 17 лет, то при подключении сим-карты ряд услуг будет недоступен до достижения 18 лет. Обещанный платеж. Плати, когда удобно, она же, будь на связи. Расширенный международный роуминг. Мобильная коммерция. И банковская карта Мегафон. Если вы хотите, чтобы эти услуги работали, потребуется паспорт и один из следующих документов, список которых вы сейчас видите на своем экране. Если интересно, поставьте видео на паузу. У Мегафона сим-карту можно получить без присутствия родителей с 14 лет, а без недоступных услуг обойтись можно. Теле 2. Для подключения клиента, которому меньше 18 лет, действуют особые условия. На номере будет активирована услуга подключения с 14 лет, которая до достижения 18 лет будет ограничивать использование сервисов. Обещанный платеж, обещанный платеж плюс, на доверии, мобильные платежи и переводы и ряд информационно-развлекательных услуг. Подписки на базе мобильной коммерции, подписки категории 18 плюс и подписки, подключаемые в сети интернет. Если клиент хочет снять ограничения до 18 лет, требуется обращение с одним из родителей, усыновителей или опекунов и написание заявления об отключении услуги подключения с 14 лет. Потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность и свидетельство о рождении ребенка, или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, либо решение суда об усыновлении или удочерении. Если у несовершеннолетнего клиента есть оригинал свидетельства о заключении брака или справка из органов опеки и попечительства, а признание его полностью дееспособным, написание заявления об отключении услуги подключения с 14 лет возможно без присутствия родителей или опекунов. Получается, что у Теледва все примерно то же самое, что и у Мегафона. Подключить сим-карту можно с 14 лет, но будут незначительные ограничения. Йота. С 14 до 18 лет приобрести сим-карту можно только с согласия родителя или опекуна. Можно вместо с родителем и вашими паспортами подойти в салон Йота, или же оформить нотариально согласие родителя или опекуна на совершение ряда сделок. У Йота стратегия работы с несовершеннолетними такая же, как у МТС и Билайна. Сим-карту купить можно только в присутствии одного из родителей, или со специальным документом. Итоги. Что имеем на сегодняшний день? Если ребенку еще не исполнилось 14 лет и он еще не получил паспорт, то один из родителей может оформить сим-карту на себя и дать ее в пользование ребенку. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, но еще не 18, то... Вариант 1. Он может оформить сим-карту на себя в салонах МТС Билайна и Йоты, только в присутствии одного из родителей, или с документом, позволяющим сделать это без присутствия родителей. Вариант 2. Он может оформить сим-карту на себя в салонах Мегафона и Теле 2, без присутствия родителей, но с некоторыми ограничениями в виде недоступных услуг. С 18 лет покупать сим-карты и оформлять их на себя можно без всяких условий и ограничений. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.